Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самаре завершают работы по устройству временного дорожного покрытия в зоне метростроя. Как будет организовано движение на Полевой и Самарской. В Самаре начали работу елочные базары. Сколько стоят новогодние деревья и как их можно упаковать на торговой площадке. Все мечты сбудутся. В Самаре вручили подарки детям, участникам акции «Елка желаний». Вместо новогодней елки – супрематический куб. Возле фабрики кухни появился новый арт-объект. На пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской после завершения части работ возобновилось движение еще по нескольким полосам. Специалисты заканчивают перестраивать инженерные коммуникации и ограничивать проезд больше не нужно. Напомню, что перекресток был недоступен для проезда из-за строительства станции метро «Театральная». Михаил Ермоленко узнал, по какой схеме теперь можно будет проехать по этому маршруту. Этап переноса инженерных коммуникаций на одном из оживленных участков города подходит к концу. Сейчас специалистам остается переустроить лишь камеру системы ливневой канализации. А это значит, что движение на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской стало свободнее. С самого утра специалисты были заняты подготовкой дорожного полотна и ограждений для стройплощадки. И уже в обед транспорт вовсю колесил по обновленному маршруту. С открытием движения по улице Полевой теперь можно проехать вверх к проспекту Ленина по двум полосам. С крайней правой можно повернуть на Самарскую. А с этой улицы также доступен поворот направо в сторону проспекта Ленина. Как уже ранее отмечали сотрудники профильного департамента, временные ограничения в связи с метростроем не вызвали транспортного коллапса. Все благодаря предварительной основательной подготовке. Заблаговременно были отработаны пути объезда, изменена организация движения, установлены дополнительные знаки, новые светофоры, в том числе Новосадовый поворот предусмотрели. Но теперь этот перекресток проехать будет еще проще. И я думаю, что все автолюбители это оценят уже сегодня. Напомним, что ранее, минувшей осенью, движение на пересечении улиц ограничили. Это вынужденная мера, так как метростроевцам необходимо было подготовить участок к разработке котлована, но перед этим к переустройству инженерных коммуникаций. За время ограничений на перекрестке большинство жителей не испытали особых проблем с передвижением, как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Цель – оправдывать средства по ее достижению. Главное, чтобы строительство метро активно продолжалось. Метро – это вообще супер. Я считаю, что это очень удобно, потому что быстро, без пробок. И я, конечно, с удовольствием за расширение метро. Это класс. Власти и строители подчеркивают, что минимизация неудобств для горожан остается одним из приоритетных направлений. С возобновлением движения на перекрестке станет легче, отмечают самарсы. Я думаю, что будет удобнее. Когда делают что-то, они же улучшают. Конечно, наладится. Они уже открыли хотя бы вот такое движение. Уже хорошо. Я думаю, что все будет нормально. На перекрестке возобновилось движение и общественного транспорта. Актуальные маршруты вы видите на экране. Их также можно посмотреть на сайте городской администрации. Представитель департамента транспорта рассказал, что специалисты продолжат внимательно следить за ситуацией на этом перекрестке, где в том числе восстановили работу пешеходных светофоров. Также в ближайшей перспективе подрядчик планирует привести в порядок и площадку возле ресторана быстрого питания, тротуар, газон и часть парковочного пространства. Строительство метрополитена идет круглосуточно. В будущем с вводом театральной в эксплуатацию, со строительством нового оборотного тупика, появится возможность пускать электропоезда одновременно по двум направлениям. А пока от Алабинской до Российской составы ходят по однопутной трассе. Вместе с тем, после завершения строительства первой ветки Самарского метро, уменьшится интервал движения поездов до 6-8 минут, отметили специалисты муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В Самаре начали работу елочные базары. Узнать их можно по ярким фирменным вывескам и деревянному ограждению. Как долго продлится их работа и сколько стоят новогодние деревья в нашем сюжете. Сосны, ели и даже пихты. На любой вкус и кошелек. В Самаре открылись елочные базары. В городе их работает 150. Фирменная вывеска говорит о том, что с документами у продавцов новогодних деревьев все в порядке. На руках у предпринимателя имеются и договор на осуществление торговли, и документ о происхождении товара. А значит, сосны и ели были вырублены в специальных посадках без ущерба для природы. Заготавливают деревья в августе, а потом хранят в особых условиях. Зимой спеливать сосны нельзя, иначе они осыпятся раньше, чем закончатся новогодние праздники. По словам продавцов, сосны пользуются большей популярностью, чем ели, поскольку они доступнее по цене. Стоимость маленького деревца начинается от 500 рублей. Большие обойдутся в 2-3 тысячи. В последнее время в моду вошли ели, выращенные из импортных семян в Сибири. Но цены на них кусаются, поэтому встретить их можно не на каждом базаре. Елки нам привозят с Пензенской области, с Ульяновской, и самые пышные у нас с Екатеринбурга. По большей части приходят люди пожилого возраста, либо семейные пары с детьми. Елочные базары работают с 9 утра и до позднего вечера без выходных. В 12 часов дня 31 декабря они закончат работу. У продавцов будет 3 часа, чтобы привести место в порядок и убрать мусор. До 3 часов убираются, потом инспектируются все точки на предмет оставленного мусора. Договорами с предпринимателем предусмотрена залоговая сумма, которая позволяет в случае нарушения условий договора использовать ее для уборки территории. При желании елочку можно упаковать в полиэтилен или специальную сетку, и тогда иголки не осыпятся в багажнике машины или в подъезде. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Мечты, которые уже исполнились. Депутаты Самарской городской думы и ученики 41-й школы вручили детям из пункта временного размещения на территории санатория «Старт» подарки, о которых они попросили на елке желаний. Игрушки, конструктор, портативная техника. Все это ребята получили в сказочной обстановке. Подробнее в следующем сюжете. Еще недавно дети Луганской и Донецкой республик, что живут в пункте временного размещения «Старт», оставили свои письма Деду Морозу на елке желаний. А теперь их мечты сбылись. Подарки им вручили депутаты Самарской городской думы и ученики 41-й школы. Депутаты думы традиционно, так сказать, подхватывают это движение и оказывают самую посильную помощь Деду Морозу с тем, чтобы он, наш дедушка, так сказать, исполнитель всех желаний справился, успел. Все к Новому году. Вручение подарков сделали настоящим праздником с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцами и песнями. Если говорить непосредственно о сегодняшнем празднике, то мы его проводим без приглашенных артистов. Все сделано нашими творческими коллективами, задумкой, которая располагается на базе нашей школы. И все артисты – это учащиеся в школу 41. Детям также вручили и сладкие подарки. Не только лично каждому, но и несколько тортов для совместного вечернего чаепития. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. А на площадке Общественной палаты Самарской области состоялось вручение долгожданных подарков самарским детям, которые приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Подробности расскажет Александра Гусева. В преддверии Нового года традиционно по всей России проводится благотворительная акция «Елка желаний». Это место, где люди с большим сердцем встречают тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи, и исполняют их желания. Общественная палата Самарской области является партнером акции. Вместе с благотворителями, волонтерами и просто неравнодушными гражданами члены палаты исполняют желания детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и просто оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также помощь оказывается и пожилым людям с ограниченными возможностями по здоровью. Для детей это очень важно, потому что дети иногда что-то хотят, но в силу каких-то обстоятельств родители либо не могут, либо затягивают. В этом смысле общественная палата выполняет роль доброго дедушки Мороза. Виктор Сойфер еще в начале декабря в Общественной палате России в Москве вытянул письмо 8-летнего мальчика с пожеланием получить на Новый год коньки. Этим мальчиком оказался Максим Фатеев из Самары. Сегодня ему вручили долгожданный подарок. Среди тех, чья мечта исполнилась, Андрея Клоков. Он очень любит рисовать, поэтому отправляя свое письмо для участия в акции «Елка желаний», Андрей попросил подарить ему удобный мольберт. Подарок от членов Общественной палаты получила Маргарита Козлова. Она профессионально занимается плаванием, часто участвует в соревнованиях, поэтому ее желание было напрямую связано с увлечением. Маргарита попросила трубку для подводного плавания. Сейчас они уехали с младшей тоже на соревнования. Зимнее первенство города Тольятти. Приедут только в пятницу, поэтому я без нее. Подарок передам. Ей эта трубка очень нужна была. У них одна трубка на двоих была, а теперь будет у каждой своя. Самая добрая акция «Елка желаний» проводится уже не первый год. За все время она помогла исполнить мечты сотен тысяч людей по всей России. Александр Гусева, Максим Гусев, События. В Самарской области прошел благотворительный поход с собаками породы хаски. Все они когда-то оказались на улице, но попали в местный приют. Сейчас животные ищут новый дом и любящих хозяев. Насладиться волжскими пейзажами и свежим воздухом соснового леса отправились более 50 человек. Маршрут протяженностью 10 километров пролегал по живописным местам от поселка Прибрежный до платформы имени Валерия Грушина и обратно. Кульминационной точкой стал мыс Красоты, где участники отдохнули и обменялись впечатлениями. Главная цель такого похода – заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Идея походов с собаками нашла отклик в сердцах многих людей. По словам организаторов, их проведение в Самарской области станет теперь доброй традицией. Получилось очень здорово. Люди все, конечно, полны впечатлений. Нам удалось очень много узнать о наших собаках. Какие они на самом деле, в какую семью бы они подошли лучше. Именно в таких мероприятиях проявляется их истинная личностная характеристика. Обрести второе рождение и полностью излечиться от заболевания. Ежегодно в больнице имени Середавина проводят уникальные операции по клепированию аневризмы сосудов головного мозга. Полностью вылечить за год удается более 100 человек. Процент выздоровления растет, если пациенты своевременно обращаются за помощью к медикам и проходят профилактические осмотры. О симптомах, которые свидетельствуют о наличии заболевания и рабочем дне главного нейрохирурга Самарской области, репортаж Ольги Павловой. На подготовку к операции у главного нейрохирурга области Геннадия Алексеева уходит не более пяти минут. Но именно с этого и начинается самая кропотливая работа. Счет на часы идет уже здесь, в операционной, куда поступают пациенты с тяжелыми и сложными диагнозами. Некоторых приходится оперировать по 8-10 часов. Сегодня у Геннадия Николаевича пациент с аневризмой сосудов головного мозга. О своем заболевании узнал случайно после магнитно-резонансной томографии. Аневризма, чем она опасна, она может разрываться в любой совершенно момент. А поскольку она локализуется на крупном сосуде, то кровоизлияние достаточно большое. Под большим ударом, с большой скоростью кровь выходит за пределы сосуда и ударяет по мозгу. После 3-4 разрыва аневризма, как правило, это 100% летальность. Пациентов с таким диагнозом в областной больнице Середавина оперируют регулярно в год от 100 до 110 человек. Очень важно, отмечают медики, обратиться за помощью вовремя. Для этого раз в год необходимо проходить профилактические осмотры. И в случае таких симптомов, как нарушение тонуса лицевых мышц, головная боли, рвота, тошнота, светобоязнь, а тем более потери сознания, незамедлительно обратиться к врачу, что недавно и сделал пациент Геннадий Алексеева Михаил Лебедев. Давайте посмотрим, поднимите руки вверх, пожалуйста. Глаза закройте, полежите немножко. После операции прошло два дня, Михаил чувствует себя нормально и понемногу начинает двигаться и вставать с кровати. Сейчас он рад тому, что оказался вовремя у квалифицированных врачей и благодарит хирурга. Ну, были приступы, вот, а тут оказался у меня какая-то обширная гематома там. Вот ее удалили. Врачи очень хорошие, всегда на обходе спрашивают внимательно, как бы, все нормально. Я доволен, если честно, что я попал сюда. Операция при аневризме сосудов головного мозга проводится двумя способами – открытым и закрытым. Выбрать наиболее оптимальный помогают соответствующие методы диагностики. Основными являются ангиография, компьютерная томография головного мозга, магнитно-резонансная томография. Этим тонкостям учат студентов медицинского университета. Сегодня на лекции у главного нейрохирурга области будущие стоматологи, но все из них уже знают о том, что головная боль может быть следствием проблем с зубами и полостью рта. Больше всего ребятам нравится присутствовать на операциях. Операции захватывающие, то есть там полностью субординация, бахилы, маски, чепчики, хирургические костюмы. Ты приходишь группой, заходишь там, не все и грубо, по несколько человек, смотришь, как профессионалы делают свою работу. Это действительно завораживает. Ты наблюдаешь за этим и хочется даже попробовать, посмотреть поближе. Да и на практике, отмечают студенты, материал усваивается быстрее. Удается не только без учебника освоить большую часть программы, но и прикоснуться к тайным профессии хирурга. А пока есть пациенты, которым можно помочь, откровенничает нейрохирург Геннадий Алексеев. Студентов будет чему учить, а врачам будет кого спасать, кому дарить новые эмоции и жизни. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. За диверсия и содействие такой преступной деятельности в России будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Такой законопроект прошел второе основное чтение в Госдуме. Предлагается закрепить новые составы преступлений с возможностью максимального срока, в частности, содействие диверсионной деятельности и прохождение такого обучения. Также статью предлагается дополнить новым пунктом. Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. В Центробанке заявили о блокировке рекордного числа мошенников в ноябре. Речь идет о номерах более 110 тысяч заумышленников. Это самый большой показатель с 2019 года. Как отмечается, по итогам третьего квартала значительная доля хищений была проведена через сервисы дистанционного банковского обслуживания. При этом число номеров мобильных телефонов, с которых мошенники звонят россиянам, выросло более чем в 30 раз. Эксперты считают, что к концу года ситуация может ухудшиться. На базе «Лады Гранта» сделают беспилотный автомобиль. Сейчас специалисты спроектировали, изготовили и провели испытания ключевых узлов управления и механизмов, задействованных в управлении автомобилем. Первые натурные испытания системы прошли на полигоне группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а в ближайшее время ожидается подписание договора о сотрудничестве с «АвтоВАЗом». По оценке разработчиков, создаваемая система позволит превратить любой транспорт в автономный, без серьезных доработок, серийной конструкции. В четверг, 22 декабря, в России начнется астрономическая зима. Она наступит в день зимнего солнцестояния. С этого момента длина светового дня начнет расти, рассказали в гидрометцентре. Про этот день в старину говорили, что солнце поворачивается на лето, а зима – на мороз. Однако заметно световой день подрастет лишь к концу января, в пик зимы. В Самарскую область идут сильные магнитные бури. Солнечное возмущение в эту среду достигнет 4 баллов. В субботу и воскресенье – 5 баллов. Специалисты рекомендуют чувствительным жителям региона снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться. Достаточно спать, проветривать помещение и выходить на прогулки. Также стоит ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, воздержаться от курения и запастись медикаментами. Приоткрыть дверцу в мир сказки возможно. В Самарском парке имени Юрия Гагарина открылась мировая выставка световых инсталляций. Ранее фестиваль с большим успехом проходил в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и других. Подробнее о фестивале волшебных фонарей расскажет наш корреспондент Александр Гусева. Добро пожаловать в сказку! В Самарском городском парке открылась необычная выставка фонариков, посвященная известным персонажам из мультфильмов и сказок. 24 завораживающие экспозиции, состоящие более чем из 230 световых арт-объектов, стали настоящим украшением города. Мировая выставка световых инсталляций «Фестиваль волшебных фонарей» проходит этой зимой в Самаре впервые. В нашем парке Юрия Гагарина выставка оказалась путем достаточно длительных переговоров. С прошлого года вынашивали мы эту фантазию, эту мечту, потому как вот именно такого плана развлечений в новогоднюю пору, в пору, когда работают катки, горки, колесо обозрения, вот именно такого плана развлечений нам как раз не хватало. Уже с первых минут гости фестиваля могут погрузиться в сказочную атмосферу, созданную магией огней. Это захватывающее путешествие в мир детства. Инсталляции, созданные по мотивам русских и мировых сказок, способны вызвать искренний восторг как у детей, так и у взрослых. Ну, идея вообще возникла, конечно же, на платформе мирового известного явления, скажем так, как китайские фонари. В Китае очень популярны подобные инсталляции в виде подсвечных фонариков. Поэтому наша идея была такова, что изобразить в этих арт-объектах непосредственно российские мировые сказки. Для создания арт-объектов использовали сотни метров атласной ткани, тысячи диодных лампочек и километры светодиодной ленты. Ручная работа российских и белорусских мастеров, внимание, уделенное каждому элементу, превращает фигуры в воплощение чуда. Чтобы посетители могли полностью погрузиться в атмосферу сказки волшебства, у каждой скульптории есть тематическое музыкальное оформление и аудиогид, доступный по QR-коду. Посетить фестиваль волшебных фонарей можно до 12 марта следующего года. Сказка готова приоткрыть свои двери после захода солнца. В будни, кроме понедельника, с 18.00 до 22.00. В выходные с 17.00 до 22.00. Александра Гусева, Николай Сидоров, События. Еще один арт-объект появился возле филиала Третьяковской галереи в Самаре. Там установили семиметровый супрематический куб. На его открытие приехал автор проекта, художник и скульптор, яркий представитель современного российского ленд-арта Николай Полиский. На открытие арт-объекта побывала наша съемочная группа. Светлана Кудрявцева готова поделиться подробностями. То ли кубическая елка, то ли подарочный бокс, то ли цифровой пиксель, а то ли просто отсылка к искусству русского авангарда. Каждый зритель может найти свою ассоциацию для нового арт-объекта. У здания фабрики кухни, где теперь размещается самарский филиал Третьяковской галереи, установили семиметровый супрематический куб. Я от всей души хочу поблагодарить нашу замечательную творческую молодую команду Третьяковской галереи, что они продолжают нас радовать своими просветительскими, творческими, креативными проектами. У меня ассоциируется, что это арт-объект, это новогодняя елка с хорошими желаниями, с хорошим настроением, с хорошим праздничным, таким вот подарочным образом. Самарская Третьяковка – это искусство внутри и снаружи. Музей расширяет свои границы, поэтому даже территория вокруг становится местом для творчества. Люди могут, не заходя внутрь, познакомиться с какими-то известными российскими, не только художниками. Это часть такой программы, музея, ее публичной работы, музея, очень важная. И вот этот вот объект, я надеюсь, что он будет стартом такой традиции устанавливать каждый год в преддверии Нового года, может быть, не только, объекты вот на улице разных художников, разного стиля, опыта, возраста. Но, конечно, для нас было важно начать с такого громкого имени, и мы очень рады, что Николай Полиский согласился. Это мировая величина, такой живой классик ленд-арта, который работал в многих городах мира. Именно для Самары Николай Полиский приготовил свой новый проект – супрематический куб. Геометрия и цвет доминируют в искусстве супрематизма. Впервые термин применил Казимир Малевич для характеристики своих абстрактных композиций. К творчеству знаменитого авангардиста и отсылает нас работа Николая Полисского. Ваш куб – абсолютно новая моя тема, и вот с цветом. Я вспомнил себя, что я 30 лет назад был живописцем, и вот пытаюсь всю свою жизнь закольцевать. Поэтому здесь уникальная совершенно вещь, но она посвящена Малевичу, потому что люди всегда рассматривают его квадрат, пытаются там что-то увидеть. А вот здесь можно посмотреть, что же там есть. Там есть много-много цвета, потому что черный цвет – это как раз вот когда все цвета собираются при определенных условиях вместе. И в этом черном есть очень много смыслов, но видеть Малевича надо духовным зрением. Куб создан из природных материалов. Это 700 стволов, в том числе засохшие и сломленные стихии деревья. Древесину доставили из Никола-Ленивца Калужской области, а собирали арт-объект уже в Самаре. Что-то такая детская площадка. То есть она в такие цвета была раскрашена. Я вообще люблю все, что связано с деревом. С детства у нас дерево вокруг, поэтому, естественно, и цвета современные, яркие. Ну, лазить нет, нет, не полезем. В новогодние праздники в галерее организуют образовательную программу, посвященную уличному искусству. А официальное открытие всего музейного комплекса на территории фабрики кухни, здание которой само уже является памятником архитектуры, запланировано на первую половину следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Активный досуг и общение. В Самаре этой зимой будут работать более 120 бесплатных катков. Ледовые площадки примут любителей активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах. Информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Работа по заливке катков и подготовке оборудования идет в ежедневном режиме и при благоприятных погодных условиях завершится к Новому году. За состоянием и качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки. Телеграм-канал администрации промышленного района приглашает принять участие в онлайн-опросе по теме «Новогоднее украшение общественных пространств». На портале госуслуги «Решаем вместе» можно ответить на вопрос, как вы относитесь к новогодним украшениям общественных пространств. Анкетирование анонимное. Голосование продлится до 31 декабря. В Ленинском районе появилось новое городское творческое пространство. Музей-галерея «Заварка» в доме Маштакова. Одном из главных символов деревянного зодчества города. Музей-галерея делится на две части. На первом этаже расположилась уютная традиционная чайная с выставочными элементами, а второй этаж занимает выставочно-экспозиционное пространство с конференц-залом, где завариваются разные идеи. В музее сохранили атмосферу купеческого дома, большинство деревянных балок и перекрытий, дореволюционные лестницы и дранка, обои и кусочки штукатурки, паркет и чердачная зона. Большую часть дома отреставрировали и сохранили в первоначальном виде. Время работы музея с 12.00 до 20.00, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!